Приветствую вас уважаемые зрители гости и подписчики моего канала продолжаем дальше делать пантеру и сегодня мы будем натирать пигментами катки в пантерах вот это внутренние катки и буду вот этот обод натирать полированной сталью так как в реальных машинах они натирались друг от друга до идеального блеска как бы мы проводим такую имитацию я буду натирать пальцем вот попробовал друзья сделать пальцем а теперь попробовал мокрым методом насыпал пигмента в крышечку развел ее white spirit сейчас попробую нанести такую как бы разведенную кашицу и посмотреть как как лучше будет выглядеть более натуральный наверное все таки мокрый пигмент лучше и лучше наносится потом лучше уже когда он высохнет уже по нему пройтись пальцем или ватной палочкой и попробовать его сделать более блестящим в принципе вот так вот и буду делать все катки а потом посмотрим результат натёр все катки теперь даю им просохнуть сейчас буду натирать задние каточки где непосредственно гусеничная лента во время движения натирала тоже пусть подсыхает вот так вот получается и натрем так же зубья звездочки и натрем так же зубья звездочки вот как бы чтобы более имитировать рабочую машину больше похоже на настоящий танк модель приходится делать вот такие вот иногда не иногда а всегда как бы реалистичные сколы потертости использую пигменты зипмакет довольно таки хорошие пигменты мне они очень нравятся хорошо и наносятся и ложатся на модели в принципе продолжая вот так вот делать дальше закончил с катками подсыхают получается довольно таки неплохой блеск теперь приступим наносить пигменты на гусеничную ленту буду использовать пигмент европейский грунт сейчас обильно нанесу потом выдуем и посмотрим что получится модель как бы делается на курскую дугу как мы знаем это было жаркое лето значит даже если модель не успевшая повоевать но ездила по грунту в принципе гусеницы по любому даже у новой машины должны были быть все в пыли покрыты пылью как бы мы делаем такую имитацию не знаю может лучше мокрым методом наносить или сухим если что скажите в комментариях может другие есть более другие способы гутонировать в принципе гусеницы мокрым ну в принципе и сухими пыль делай так плохо пыль дых так не пыль делай то что то есть в Ну вот, друзья, сделал, прошёлся с пигментом по гусеничной ленте. Теперь возьму, смочу white spirit широкую кисть, чтобы она не сильно жидкая. Таким своеобразным фиксером пройдусь по пигменту, чтобы он закрепился, более равномерно разошёлся, чтобы впоследствии сильно не осыпался. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас высохнет, посмотрим, что получится. Вот, в принципе, вот так вот делаю траки. Пока подсыхают траки после пигментов, решил собрать ходовую часть, поставить на место катки. Они тут тоже собираются в определённой последовательности. Вот так. В принципе, вот так вот. Возвращаясь по пигментам. Вот так. Пигмент. Возвращаясь по пигментам. Возвращаясь по пигментам. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Так как на настоящих боевых машинах и название такое грунтозацеп, когда за грунт цепляется праками, они натираются, полируются до стали. Я пальцем оттираю, можно ватной палочкой, пальцы мне как-то кажется побыстрее. Так, проходим несколько раз. Ну и посмотрим результат. Вот, друзья, натер траки. Вот так вот получилось. В принципе, вживую смотрится очень хорошо. Не знаю, как на видео будет, но вживую смотрится хорошо. Теперь буду собирать катки, ходовые полностью соберу. натяну, натяну гусеничные ленты, поставлю, как говорится, танк на колеса. Спасибо, друзья, за просмотр. Может, кому-то чем-то помог в этом видео. Может, кто-то делает по-другому. Напишите, как. Спасибо, друзья, за просмотры. Спасибо за комментарии. Спасибо за лайки. Смотрите следующие мои части. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...